Здравствуйте, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Одним из главных требований Евромайдана, который начался вот уже практически два года тому назад, было сближение с Европейским Союзом. В принципе, Евромайдан-то был таким, знаете, протестом против того, что господин Янукович разворачивает нашу страну и ведет ее совсем в противоположном направлении от этого самого Европейского Союза. Еще в 2014 году, уже после бегства Януковича, после того, как было принято решение избрать нового президента, господин наш нынешний президент Петр Порошенко говорил о том, что еще до конца 2015 года украинцы получат этот самый безвизовый режим. Может быть, даже и раньше. Но вот заканчивается 2015 год, а безвизового режима до сих пор Украина так и не получила. Безвизового режима с Европейским Союзом. О перспективах получения этого самого безвизового режима мы сегодня и поговорим с Марией Золкиной, политическим аналитиком. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Почему это важно? Знаете, Мария, на самом деле, достаточно пристально следит за отношениями Украины и Европейского Союза. И это правда. Я слежу за вашими публикациями. Значит, теперь уже совсем недавно в интервью Deutsche Welle, почему мы снова возвращаемся к этой теме. И не только потому, что наши депутаты не проголосовали определенные законы. Но вот господин Порошенко в интервью Deutsche Welle говорил, что после критики со стороны Европейского Союза и представителей Украинского гражданского общества был обновлен состав конкурсной комиссии по избранию сотрудников специализированной антикоррупционной прокуратуры. На следующий день мы устранили этих людей с конкурсной комиссии, включили тех, кого предлагал Европейский Союз, включая господина Кестера, генерального директора Европейского управления по борьбе с мошенничеством. Вот тут, знаете, у наших телезрителей может возникнуть вполне резонный вопрос. Какое имеет отношение, значит, господин Кестер, его включение в эту конкурсную комиссию и вообще антикоррупционная прокуратура к безвизовому режиму с Европейским Союзом? Очень непосредственное отношение имеет. В первую очередь, это такой яркий пример для наших телезрителей, вообще вот для всех граждан Украины, того, насколько те изменения, которые происходят сейчас или не происходят в пределах украинского государства, я имею в виду конкретные реформы, насколько они привязаны к внешним обязательствам Украины, обязательствам в рамках соглашения об ассоциации и, что более, ну, видимо сейчас на практике, к обязательствам в рамках плана действий по визовой либерализации. И это очень важно, чтобы украинские граждане понимали, что, например, антикоррупционная реформа, которая худо-бедно, но запустилась в Украине, что это является, по большому счету, на две трети, на мой взгляд, спровоцированной именно необходимостью реализовывать наши обязательства перед Европейским Союзом. Но здесь в хорошем смысле спровоцировано, да? В хорошем смысле, конечно. И это очень важно, потому что оценка европейской перспективы, она в Украине такая, знаете, живая. И вполне возможно, что сейчас существует некое охлаждение или грядет некое охлаждение в настроениях украинцев по отношению к Европейскому Союзу, к идее европейской интеграции. Такой, ну, кто-то называет это евроскептицизмом, я это больше называю еврореализмом, потому что по-настоящему, что такое отношение с Европейским Союзом и насколько большим является расстояние от Украины до идеи членства в Европейском Союзе, украинцы начинают понимать фактически только сейчас. Но конкретные изменения, которые происходят в государстве, это реформа, например, государственной службы, некоторые изменения, стандартизация работы пограничной службы, миграционной службы, реформа правоохранительных органов, реформа прокуратуры. Это не просто запрос украинского общества, это в том числе часть обязательств Украины по выполнению плана действий по визовой либерализации и соглашения об ассоциации. И это важно понимать эту связку. То есть это связано непосредственно? То есть вот если это будет выполнено, безвизовые граждане Украины получат возможность безвиз ездить в страны Европейского Союза? Ну, я бы сформулировала немножко иначе. Без ключевых изменений, без некоторых ключевых изменений мы точно его не получим. В том числе без, например, создания системы независимых органов, которые будут заниматься борьбой с коррупцией, в первую очередь в высших эшелонах власти. И таковыми органами в ситуации с Украиной является в первую очередь антикоррупционное бюро плюс национальное агентство по превенции, по вопросам превенции коррупции. И вот это специализированная антикоррупционная прокуратура в том числе? Да, по большому счету специализированная антикоррупционная прокуратура, по идее лучше было бы, если бы она была вообще в какой-то отдельный институт выделена, то есть не была, например, под зонтиком генеральной прокуратуры, потому что институционально это все равно будет часть генпрокуратуры, хотя и формально независимо от нее, скажем так. Но мы знаем, что все равно всегда будут какие-то отношения, если оно будет в этой структуре. Ну да, но мы можем предполагать, по крайней мере. Да, и формально это будет. И по большому счету сейчас главная загвоздка с запуском антикоррупционного бюро именно состояла в том, что вот эта вот небольшая часть всей этой системы борьбы с коррупцией, именно специализированная антикоррупционная прокуратура, ее отсутствие, отсутствие этого антикоррупционного прокурора, оно и не давало возможности запустить антикоррупционное бюро в целом в работу. Потому что чем должна заниматься антикоррупционная прокуратура? Она должна, ну, фактически процессуально доводить дела, которые расследует антикоррупционное бюро, должна доводить эти дела фактически до суда. Пока не будет вот этой специализированной антикоррупционной прокуратуры, полноценно не может работать само бюро. То есть антикоррупционное бюро, оно что-то раскапывает, да? А вот уже потом готовить материалы для суда должна быть вот эта антикоррупционная. Да. Ну, теперь смотрите. Теперь это, на самом деле, небольшой скандал. Не знаю, большой-небольшой, но скандал. Большой скандал. Значит, 6 ноября на сайте Генпрокуратуры появилась информация об изменении в составе этой комиссии, которая должна была определить, да, кто у нас будет работать в этой антикоррупционной прокуратуре. Вместо двух представителей Генпрокуратуры Украины Юрия Грищенко и Николая Садового в ее состав вошли, ну, якобы вошли, да, представители общественных организаций, ну, или вошли, да, Иосиф Зисельс и Тарас Ткалич. Никакого упоминания о назначении в состав комиссии Кеслера нет, а Кеслера, ну, вот, об этом сказал господин Порошенко, наш президент. Значит, также в составе комиссии остается заместитель Генпрокурора Юрий Севрук, на замене которого, ну, говорят, особо наставили представители Европейского Союза. Ну, интересно, что с 5 ноября в парламенте зарегистрирован проект постановления о смене члена комиссии по квоте парламента. Вместо прокурора США Мэри Баттлера предлагают назначить Джованни Кеслера. Ну, а сегодня появилась, ну, это не Кеслер, да, вот Кеслер. Появились...